Привет, друзья! С вами Алексей Стеклов. Когда в чате по Ниссанам или в группе ВКонтакте, или еще где-то задается вопрос «А что у меня там с машины? А что у меня там? А что у меня сям?» Я в первую очередь всегда спрашиваю, что показала диагностика. Потому что на сегодня без компьютерной диагностики, тем более в таком дистанционном режиме, в дистанционном формате, очень тяжело понять картину происходящего с автомобилем. То есть на основании только лишь каких-то тактильных, визуальных и всевозможных ощущений человека, у кого случилась проблема, очень тяжело обрисовать даже какую-то первоначальную картину происходящего. Поэтому как только возникает подобный вопрос, я всегда говорю, что показала диагностика. К сожалению, компьютерной диагностикой, либо диагностикой с использованием какого-то программного обеспечения на сегодня пользуются далеко не все, но также не все знают, что, например, в Ниссанах существует встроенная система самодиагностики. И когда совсем недавно парень написал, а что у меня при разгоне вот тут греет, а тут не греет, а вот так у меня печка не работает, а вот так она работает, тут температуру не набирает, я опять задал вопрос, что показала диагностика, что для него было абсолютным откровением, что оказывается наша климатичка в Pathfinder их диагностируется. Он говорит, ну я пока не ездил к диагностам, времени нет туда-сюда, я говорю, есть встроенная функция самодиагностики, то есть можно и воспользоваться ей. Что было для него откровением номер два, что оказывается не надо никому ехать, чтобы провести эту процедуру. Учитывая, что с наступлением зимы этих вопросов все больше и больше, посмотрим, как же провести процедуру самодиагностики на наших автомобильчиках. Погнали! Процедура делается достаточно просто. Заводим машину, либо включаем зажигание, и одновременно поворачиваем лимб включения кондиционера в правую сторону, а лимб управления скоростью вентилятора в левую сторону. На одну секунду. Сразу после этого нажимаем кнопку авто. Хоп! Хоп! Смотрим. Климатичка встала в режим самодиагностики. Система начинает шебуршать заслонками, вентилятором и всяким таким. Шкалой скорости вентилятора она нам показывает, что идет процесс диагностики. Ждем. Система самодиагностики показала два нуля, и это говорит о том, что по мнению системы никаких ошибок нет, все исполнительные и так далее механизмы работают хорошо. Но это не всегда так. Давайте посмотрим, что же нам покажет программа Мотор Дата при подключении через разъемы БД-2. Подключаемся к ЭБУ. Климат-контроль. Подключиться. Да. Кодов неисправности он показал только один. Б-25-80 это датчик, который находится у нас вот здесь вот на панельке. На конкретно моем автомобиле эта ошибка в климатичке плавающая. Она то появляется, то исчезает. С чем она связана, я всегда понимаю. Может быть из-за того, что вот эта вот веточка валяется на этом датчике, и что-то ему мешает правильно снимать данные об освещенности и так далее. Не знаю, о температуре. Но зато таким образом мы с вами убедились, что самодиагностика автомобиля не всегда корректно показывает информацию. Либо изготовителям заложено скрывать какие-то накопленные ошибки, а отображать только явно какие-то текущие. Поэтому призываю всех пользоваться нормальным программным освещением, а к самодиагностике прибегать только в самом крайнем случае. Если видео было вам полезным, ставьте лайк и смотрите в следующем видео полный расклад по правильному и неправильному подключению дополнительного насоса в систему охлаждения для того, чтобы печка грела сильнее и в салоне было теплее. А также какие проблемы бывают при неправильной установке предпускового подогревателя. В нем мы вместе с вами разберем различные схемы подключения и обсудим их плюсы и минусы. Подписывайтесь на канал и не болейте. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok